Вы знаете, друзья, наверное, Canon C70 это последняя камера от Canon, которую я купил. Больше я вряд ли буду покупать камеры этого бренда. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я буду рассказывать, какие объективы я решил приобрести себе для Canon C70 и почему это стало самой большой проблемой, о которой я, честно говоря, даже не мог предположить. То есть я занимался выбором объективов для этой камеры суммарно около 4 дней. Это при том, что я точно знаю, какие объективы мне нужны, с каким фокусным расстоянием нужны. Но реально из-за того, что Canon не выпускает новые объективы и в частности не выпускает RF объективы под кроп, потому что у нее просто нет кропнутой системы с байонетом RF, получается реально большая проблема выбрать себе подходящие стекла. На текущий момент я купил себе только Canon 50 мм f1.2. Почему я его купил и сейчас я вам, естественно, расскажу. И что я хотел купить вместо него тоже расскажу. Но давайте обо всем по порядку. Итак, для начала следует напомнить, что Canon C70 это камера с размером сенсора APS-C. То есть это кроп. При этом сам размер сенсора здесь больше, чем на Canon M6 Mark II, которая также является кропом. По сути, на этих камерах, беззеркалках Canon, кропнутых с байонетом EF-M, у нас кроп 1.6, а на C70 у нас кроп 1.5. И тут смотрите, несколько важных фундаментальных вещей, которые вы должны понимать. Байонет EF-M появился у Canon в 2012 году. А байонет RF, который пришел на замену EF для полнокадровых камер, появился только в 2018 году, то есть спустя 6 лет. И эти системы совершенно несовместимы друг с другом, потому что на EF-M рабочий отрезок 18 мм, а на RF рабочий отрезок 20 мм. И так произошло, что компания Canon, судя по всему, полностью отказалась от продления жизни вот этой вот своей системы с байонетом EF-M. То есть теперь кропнутые камеры Canon, беззеркалки кропнутые, будут также выходить с байонетом RF. Но проблема в том, что на текущий момент не представлено ни одной камеры, APS-C камеры с байонетом RF, ни соответственно ни одного объектива под такой байонет. И это с точки зрения логики совершенно понятно. Помните, раньше у Canon был байонет EF для полного кадра и соответственно байонет EFS для кропнутых камер. При этом само байонетное крепление было одинаковым. То есть вы могли на камеру с кропом, на EFS-камеру поставить EF-овское стекло, и у вас не было никаких проблем. Конечно, вы не могли поставить объектив, который сделан под EFS на байонет EF, потому что в этом случае задняя линза у вас могла задевать зеркало. Но это касалось не всех объективов. Например, объектив, который сделан был изначально под кроп Sigma 18-35, спокойно ставился у меня и работал на Canon 6D и по-моему на 5D Mark III, если я не ошибаюсь. Ну на 6D я даже видео об этом снимал. И конечно же, поскольку RF они выпустили через 6 лет после EF-M, ни о какой совместимости и речи не идет. Если бы, конечно, она была, то я бы смог устанавливать свои EF-M объективы на Canon C70, но этого не произошло. Вообще, объективы EF-M мне очень нравятся, поскольку они крайне компактные. Вот здесь вот у меня еще установлено переходное кольцо, поскольку у меня используют фильтры с диаметром 72 мм. То есть сами, сами линзы очень компактные. И они бесшумные, они тихие, потому что они все STM. В общем, EF-M оптика у Canon хорошая. Но проблема заключается в том, что выбор то не такой уж и большой, то есть это чисто такой любительский сегмент. Если мы говорим о необходимых фокусных расстояниях, которые подойдут 99% обычным пользователям, то я даже делал видео на эту тему объективы для Canon M6 Mark II. То есть у нас есть широкоугольный объектив 11-22, у нас есть 18-150, такой темненький зум. И у нас есть объектив Sigma 30 мм f1.4 для того, чтобы делать красивые портретики. И таким образом мы приходим к ситуации, когда Canon C70 это первая камера в принципе в линейке Canon, которая имеет кропнутый сенсор и байонет RF. То есть до этого ничего подобного не было. И тут возникает вопрос, а какие же объективы сюда устанавливать? Ведь все объективы с байонетом RF предназначены для полного кадра. Соответственно на кропе мы будем получать большее эквивалентное фокусное расстояние в полтора раза. А также у нас бакешечка будет поменьше, чего многие просто не могут допустить. И у нас здесь на самом деле есть две опции. Вы можете поставить обычный переходник без спидбустера, без линзы. Здесь у меня стоит как раз таки такой же. Это переходник Viltrox. Мы его уже протестировали с кучей разных старых и новых объективов Canon. И со всеми он отлично работает, даже если сравнивать его с оригинальным переходником Canon. То есть разницы нет никакой, а стоит он при этом в три или в четыре раза дешевле. Потому что у нас, например, в магазине, где я покупал эту камеру, этот переходник Canon стоил 180 долларов. А вот этот вот Viltrox в Big Sale я купил, ну точно не помню, но что там в районе 40-50 долларов. То есть разница как бы существенная. По нашим тестам этого переходника выйдет отдельное видео, но если вы хотите его купить уже себе прямо сейчас, по ссылкам в описании он будет. Посмотрите, сколько он стоит в вашей стране. Ну или можете заказать на Алиэкспрессе. Соответственно, с таким переходником мы можем устанавливать обычные EFS линзы, которых достаточно большое количество. Например, ту же самую Sigma 18-35. Либо же мы можем устанавливать полнокадровые EF объективы. И второй опцией является использовать спидбустер. Canon сделала специальный спидбустер 0.71 с RF на EF. Таким образом мы будем получать на вот этой вот камере C70 покрытие такое же, как на полном кадре. То есть если мы хотим использовать нативно, грубо говоря, полнокадровую оптику, мы ставим спидбустер и получаем такое же самое поле зрения. То есть все у нас хорошо, но при этом мы даже еще увеличиваем светосилу. Опять же этот спидбустер не дешевый, он стоит в районе 500 долларов. При этом есть спидбустер от Metabons, но он не работает с C70. И вот недавно Viltrox выпустила свой спидбустер для C70 Red Comodo. И как раз таки его я хочу раздобыть себе на обзор. Потому что кэноновский спидбустер при съемке в контровом свете может давать вот такие вот фиолетовые засветки, что естественно не очень хорошо. Мне интересно посмотреть, как с этим справился Viltrox. Что касается работы качества автофокуса на всех этих неродных переходниках, как я уже сказал, с обычным переходником Canon и Viltrox разницы нет никакой. Мы тестировали на большом количестве объектива. Опять же говорю, видео выйдет. Со спидбустером мы не тестировали еще, но я думаю, разницы там не будет. Что вы должны понимать? На Canon C70 автофокус существенно уступает той же самой R5. То есть на C70 автофокус работает слабее, чем на их беззеркальных фотоаппаратах. И опять же, очень важно, чтобы вы понимали, на C70 вы будете ограничены не возможностью переходника или спидбустера, а возможностью самой камеры. Так что гнаться за оригинальными переходниками и покупать их в 3-4 раза дороже, на мой взгляд, смысла нет никакого. На C70 автофокус хороший. То есть если у вас в кадре есть лицо человека, вот лицо человека так или так, то автофокус держится железно. Проблемы начинаются, если человек отворачивается. Отворачивается, становится спиной. И в этом плане качество работы автофокуса сравнимо с фотоаппаратами, беззеркальными фотоаппаратами Fuji, когда вы отвернули лицо. Когда лицо у вас в кадре, автофокус отличный. И он лучше, чем на фотоаппаратах Fuji. Но, конечно, этот автофокус существенно уступает именно фотоаппаратам. Как Canon, так и Sony. То есть и на FX3, и на Sony A7S III, и, соответственно, на R5 автофокус будет работать лучше. Ищешь крутую музыку для своего YouTube, Instagram или TikTok? Наверное, хочешь монетизировать свои видео и не получать никаких претензий о нарушении авторских прав? А может, ты снимаешь видео для клиентов и тоже не можешь без мощных треков? Так где же их взять? На самом деле все просто. Для этих целей есть два самых популярных сервиса Epidemic Sound и Artlist. Обе компании предоставят тебе десятки тысяч крутых треков и звуковых эффектов за небольшую месячную плату. И прямо сейчас, если зарегистрируешься по моим ссылкам в описании, получишь один бесплатный месяц на Epidemic Sound и два бесплатных месяца на Artlist. Давай подробнее. Начнем с Epidemic'а. Ты можешь без ограничений использовать любую их музыку в интернете. Во всех своих соцсетях, на YouTube, Instagram, TikTok и на любых сайтах. Удобный поиск, куча фильтров. Я сам пользуюсь Epidemic Sound с 2016 года и вся музыка на этом YouTube-канале взята именно оттуда. Стоит это удовольствие всего 10 евро в месяц. При этом лицензия у тебя пожизненная. То есть, если в будущем захочешь отключиться, это никак не отразится на тех роликах, которые ты уже загрузил раньше. Как я уже сказал, по моей ссылке получишь бесплатный месяц. И да, ты можешь целый месяц загружать на YouTube видосы с бесплатной музыкой, потом отключиться, и твои видео все равно навсегда останутся с монетизацией. А вот если делаешь видео для клиентов, снимаешь видеоролики на заказ, то у Epidemic Sound есть коммерческий план. Стоит 25 евро в месяц. На этом плане твои видео можно грузить на неограниченное количество каналов. И тоже месяц бесплатно. Я думаю, стоит попробовать. Теперь об Artlist. Эти ребята дают еще более крутую лицензию. Помимо интернета, твои видео будут лицензированы и для телевидения, и для мобильных приложений. Короче, просто для всего. И даже для тех платформ, которые еще не появились. То есть, никаких ограничений нет в принципе. Самый дешевый план стоит всего 10 баксов, если платишь сразу за год. Он покрывает все блогерские площадки. YouTube, TikTok, Instagram и так далее. Если нужен план вообще без ограничений, он есть. Стоит всего 16 баксов в месяц. 16 долларов и грузи свои видосы хоть на сотни YouTube каналов и крути видео на телеке. Все покроет лицензия. И да, она тоже пожизненная. Тебе ее даже на почту присылают, чтобы и через 50 лет никто тебе страйк не прислал. Музыка у них просто мега качественная. Прямо на сайте ты можешь посмотреть рекламные ролики для мировых брендов, в которых играет музыка с Artlist. И здесь по моей ссылке ты тоже получаешь целых 2 бесплатных месяца. Я думаю, это все, что нужно знать о том, где брать крутую музыку, как у нас принято говорить, без авторских прав. Запомни, музыки без авторских прав не существует. Есть музыка, на которую у тебя есть лицензия и на которую нет. И даже если сегодня ты скачал с каких-то пабликов пару бесплатных треков, то это совершенно не означает, что через несколько месяцев тебе не прилетят страйки за использование этой музыки. Поэтому, чтобы не иметь никаких проблем в будущем, рекомендую сразу тебе выбрать одну из компаний с мировым именем. А какая она будет, Epidemic Sound или Artlist решать тебе. Ссылки на бесплатный доступ в описании. Если оплачиваешь подписку сразу на год, то получишь большую скидку. Подробные обзоры сервисов, инструкции, как правильно зарегистрироваться и как пользоваться, ты также найдешь в описании. Теперь еще один важный момент, который многих вводит в заблуждение. У Canon на сайте есть список поддерживаемых объективов EF. Поддерживаемых. И многие думают, что только с этими объективами эта камера будет работать. Это не так. Смотрите, автофокус, ну и соответственно диафрагма и все будет работать абсолютно со всеми объективами EF и EFS. Даже с очень древними. Автофокус будет работать всегда. То, что объектив поддерживается, означает, что помимо автофокуса у вас еще будет исправляться дисторсия. То есть камеру будут занесены, соответственно, эталонные значения там дисторсии, искривлений на разных фокусных расстояниях для этого объектива. И камера на лету будет исправлять геометрию, а также убирать хроматические аберрации. Вот что называется объектив поддерживается камерой. Так что можете доставать свои покрытые пылью EF объективы, которым там 20 лет. Ну вот, например, Canon EF 50 1.2. Он сколько выпускается? Ну, наверное, лет 20 выпускается. И он здесь отлично работает. Если он видит лицо в кадре, он уже его не выпускает. То есть, если вы думали, что купив эту камеру, вам нужно будет использовать только RF оптику, новую и современную. И только в этом случае вы получите какой-то сверх автофокус или еще что-то. Это не так. Также еще один нюанс, почему я склоняюсь к объективам, сделанным под EF и EFS. Ну, кроме того, что цена, соответственно, объективов RF на такие же эквивалентные стекла, там, как правило, в два раза выше. То есть, например, полтинник 1.2 на Canon стоит сколько там новый, 1300-1400 долларов, а полтинник 1.2 RF стоит уже 2500 долларов. Да, конечно, он порезче на 1.2, но задайте себе вопрос, стоит ли это переплата таких денег? При том, что камера, вот эта в данном случае, это 4К камера, то есть, размер карты, там, плюс-минус 8 мегапикселей. И готовы ли вы, будучи видеографом, то есть, снимая только видео, платить в два раза больше денег за то, чтобы получить лучшую детализацию, которую вы увидите, там, на сенсоре в 30 мегапикселей, это большой вопрос. Конечно, если вы еще фотограф, и вы эти объективы используете фото, лучше покупать RF, но я снимаю только видео, фото меня не интересует совсем. И EF и EFS объективы я могу спокойно ставить на свой Blackmagic Pocket 4K, на который я сейчас снимаю, со спидбустером или просто с переходником. То есть, эти объективы для меня более универсальны. И еще один очень важный момент, если я покупаю себе вот такой вот объектив EF, как, например, этот полтинник, то я сразу себе покупаю два фокусных расстояния. Я могу его использовать как с обычным переходником, и тогда я буду получать примерно 75 мм эквивалентного фокусного расстояния, и я могу его использовать со спидбустером, и буду получать полнокадровый 50 мм на дырке 1.2. А вот если я буду покупать себе RF объективы, например, 16 мм, то я получу только плюс-минус 24 мм, и все. И никуда уже с этим не денусь. Что также меня расстраивает в каноновских объективах с USM мотором, ультразвуковым мотором, в том, что они могут быть очень громкие. Приведу простой пример. 50 мм F1.2 USM мотор, ну, в принципе, каких-то проблем не доставляет. Разумеется, если вы будете его использовать с накамерным микрофоном в полной тишине, да, вы будете слышать, как он ерзает. Но если вы используете его для съемки интервью, где у нас звук берется там с петлички или с пушки, вы это не услышите. Но когда я в магазине затестил новый Canon EF, вот даже записал себе, 24 мм F1.4, там звук привода автофокуса был громче, наверное, раза в 2.5. И это стекло, осуществлено того, что это широкоугольное стекло, если ты хочешь снимать само у себя, камеру надо стать близко к себе. Пользоваться им невозможно даже с петличкой. И в этом плане мне гораздо больше нравятся объективы Sony. То есть у них больше выбор реально тихих объективов. Конечно, я не тестировал все объективы на байонете RF, возможно, они там уже более тихие, но те, что я слышал, ну да, они чуть потише, но не критично. То есть абсолютной бесшумности там нет. Более того, у Canon есть линейка объективов, предназначенных для съемки видео. Это STM объективы, объективы с шаговым мотором. И что самое интересное, опять же, этот STM мотор может быть разный по уровню громкости на совершенно разных стеклах. Например, вот на EFM моем, да, Canon M6 Mark II, STM стекла, они просто бесшумные вообще, то есть их не слышно никак. А если, ну вот опять же в магазине я ставил 50 мм F1.8 STM, причем я ставил и RF, и EF, то звук вот этого, ну как знаете, звук какой-то вот электрической игрушки, да, машинки. То есть этот звук слышно, да, он такой глухой, утробный. Да, я думаю, что там с двух метров его слышно уже не будет никак, но тем не менее это напрягает. Или, например, те же объективы, вот у меня был 18-135, причем не самый новый STM, и там автофокус был очень тихий. То есть то, что на объективе написано STM, не означает, что он будет бесшумный всегда. Он может быть как бесшумный, так и может и гудеть таким утробным звуком. Это тоже мне не нравится. Но самая большая проблема STM объективов, что их, во-первых, очень мало, во-вторых, как правило, они темные. И тут, мне кажется, уже самое время обратить внимание на объективы Sigma, которые мне очень нравятся, как они сделаны, как они чувствуются в руке. Причем сделаны как оптически, так и с внешней стороны, да, то есть это металлическое исполнение. Но там есть просто ужасно громкие объективы. Еще одна проблема заключается в том, что для Sony, для Bayonetta e-Mount выпускают объективы и Sigma, и там Ron, и еще другие там китайские производители. Потому что, как я понял, они сделали свой протокол открытым, поэтому сторонние разработчики могут делать объективы. Что касается Sigma, то для полного кадра они адаптируют просто свою оптику, ну, аналогичную, как они делали под EF. Да, для кропнутых камер, опять же, с Bayonetta e-Mount у них новая линейка. Ну, такая же, допустим, Sigma, вот 30 мм 1.4, как под EF-M, так же и под E-Mount будет. Tamron делает тоже новую оптику. Есть выбор, есть альтернатива хорошим стеклам. А вот объективы с Bayonetta RF не делает никто, кроме Canon. Никто. То есть, альтернативы вы можете использовать только через переходник или через спидбустер. Ну, и теперь переходим непосредственно к объективам, которых я перелопатил просто огромное количество. У меня уже просто мозг дымился. Я готов был, вот, там, 20 минут назад покупать один объектив, через 40 минут уже другой, через час третий. Смотрите, для начала давайте определимся, какие объективы, точнее, какие фокусные расстояния мне нужны именно для этой камеры. Потому что это не единственная моя камера, я ее приобретал для конкретных задач. Поэтому то, что, например, может казаться вам абсолютно необходимым, для меня таким не является. Первым объективом, который мне нужен был, это объектив, с помощью которого я мог бы снимать на улице, на улице на открытом воздухе, находясь относительно недалеко от камеры. Ну, как в пределах, там, 3-4 метров, да, то есть, не оставляя камеру, там, на 15 метров от себя. Чтобы он был максимально светосильный, чтобы я мог себя хорошо отделить от фона на любом объекте. То есть, где бы вот я не находился, даже где, может, там не очень много места, для этого мне, естественно, нужна была светосила 1.4 или выше. Что касается фокусного расстояния, для себя я определил его как 50 миллиметров. Этого мне хватает. То есть, там, брать какую-нибудь себе 135 миллиметров или там 200 миллиметров, какой-нибудь там 70-200, 2.8, который у меня был, мне как бы не нужно. Далее, какой мне нужен объектив? Для того, чтобы я мог снимать в студии, не в этой студии, а, ну, скажем так, правильно я буду сказать, в помещении. В помещении меня бы устроило светосильное стекло в диапазоне примерно от 20 до, ну, там, 28 миллиметров на полном кадре. И, соответственно, такие объективы я и выбирал. И еще у меня такая была мысль, знаете, ну, вот сейчас можешь не брать светосильное стекло именно для студии, а взять просто универсальный объектив, достаточно темненький, какой-нибудь типа 18-135 или 18-400, да, там, как у Тамрон. То есть, такие мысли меня тоже не покидают, в том плане, что на этот объектив ты можешь снять все, любую съемку, по большому счету. У тебя есть широкий угол, есть телеположение. Но потом я думаю, думаю, я ведь такими съемками не занимаюсь, я не снимаю какие-то репортажи или что-то на заказ, я вообще не снимаю. Я снимаю свой канал, себя и то, что мне нравится. То, что мне нравится, я снимаю, ну, это, скажем так, художественная красивая картинка, явно я не буду ее снимать на какой-нибудь зум-объектив, у которого там на дальнем конце дырка 6,3. Но, в принципе, как бы просто иметь одно универсальное стекло может пригодиться. И вот тут вот началось просто лютое сумасшествие. Конечно, первым делом я подумал, почему бы не купить старый добрый 18-35 Sigma 1.8 под коробчик, никого спидбустера не надо, поставил и снимай. Этот объектив, кстати, я со счетов не списываю, я еще, я уже просто забыл свои ощущения от него, я помню, что он был шумненький, я еще поеду его прощупаю, может, я его куплю как раз-таки для съемки в помещении. И вот дальше открываю сайты магазинов, страницы барахолок и понимаю, что, чувак, тут выбирать придется не из-за того, что ты хочешь, а тупо из-за того, что есть. Начнем с того, что многие магазины, в принципе, перестали завозить EF-оптику. Поскольку RF уже, ну, 4 года, то EF-оптика считается бесперспективной. И проблемка заключается в том, что владельцы объективов EF, качественных и хороших объективов, не спешат их продавать. То есть, например, купить ту же Sigma 18-35 с байонетом EF, это достаточно проблема даже в Киеве. Я на самом деле заметил это еще раньше. Я хотел купить сам Ян 35 мм вручную под EF, на Blackmagic поставить. Их тупо не было нигде бэушных. И новых, соответственно, тоже. И я себе 50 мм 1.2 купил с рук. Ну, это ребята, они там возят это все, я так понимаю, с E-B или откуда-то еще. То есть, там все в идеале, чехольчики, бленды. Стекло это просто в идеальном состоянии. Даже вот эта вот резиночка уплотнительная, которая часто у многих уже такая ободранная на таких стеклах. Здесь тоже выглядит просто прекрасно. То есть, это как раз-таки пример того объектива в идеальном состоянии, который вы хотите себе купить, покупая не новое стекло. Но на самом деле, пришел я к этому объективу далеко не сразу. Я собирался брать другие линзы. Итак, первый объектив, который я себе купил, был Sigma 20 мм f1.4. Офигенное стекло. Смотрите, как я его купил. Я подумал, ну, я буду сам себя снимать в студии. И, в принципе, на 20 мм я даже могу себя снимать без спидбустера. И светосилы достаточно будет даже на кропе. То есть, мне это подходило. Я нашел этот объектив в продаже. Его продавала девушка по сумасшедшей просто классной цене. Стекло было реально в идеале. Видно, что им не пользовались. Здесь, собственно, объективу было два года всего. И, ну, по всей видимости, я так понимаю, что купили оборудование, но потом поняли, что, типа, это съемка, это как бы не то, чем хотели бы заниматься. Объектив в идеале был. Его продавали за, ну, я его купил за 650 баксов. Я проверил его, ну, то есть, я встретился, я приехал, проверил его на улице. Все отлично работало. Оно было громадное, тяжелое, как и полагается. Широкоугольному, светосильному объективу. Но, когда я приехал домой, я включил его, и я просто в ужасе находился. Автофокус там тарахтел, как трактор просто. Этот ультразвуковой мотор, который там также заявлен, был настолько громкий. То есть, вот примерно, если у вас есть Sigma 1835, то этот двигатель тарахтел громче раза в три. То есть, это просто жесть какая-то была. То есть, даже находясь от него на расстоянии трех-четырех метров, я его слышал отчетливо. А это широкоугольный объектив, он должен близко стоять. Я реально был просто в шоке, потому что, когда я смотрел обзоры на эту линзу, в том числе обзоры для видеоприменения, никто об этом не говорил. А вот, когда я ввел просто в поиске Sigma 20mm f1.4 AF Sound, то тут, ребятки, я послушал, как он звучит. То есть, это те обзорчики, знаете, там на 500 просмотров, которые не выдает YouTube, если вы в точности не вводите название этого видео. И что на 24mm f1.4, что на 20mm f1.4, звук мотора просто делает этот объектив непригодным для съемки видео вообще. Я позвонил девушке, извинялся всячески, попросил приехать, вернуть ей объектив, забрать деньги. Я и компенсировал ее неудобства, ее беспокойства. И после этого я прям расстроился и понял, что объективы Sigma, ну, мне просто не подходят. При том, что они стоят относительно недорого, имеют великолепное качество изготовления и качество самого изображения. То есть, это очень технологичные стекла. Я понял, что пока покупку широкоугольного объектива нужно отложить и сконцентрироваться на том самом портретном объективе. И тут я увидел, что оказывается у Sigma существует объектив 40mm f1.4. Это просто, вот не побоюсь этого слова, самый крутой в плане качества изображения объектив в принципе, который существует. Не только у Sigma, а вот вообще в фотообъективах, которые есть. То, что этот объектив мега крутой, вы понимаете, просто взяв его в руки. Это 1,2 кг стекла. Дело в том, что Sigma 35mm и 50mm с такой же светосилой весят и занимают место примерно в 1,5-2 раза меньше. Это стекло, как говорит сама Sigma, было изготовлено по кинематографическим стандартам. То есть, так они делают объективы для кинолинейки. В результате, чисто технически, это просто нереально крутое стекло. Там детализация просто запредельная. То есть, его и создавали для того, чтобы разрешать высокомегапиксельные камеры, а также для видеосъемки 8К. Там идеальная дисторсия, отсутствуют хроматические аберрации. То есть, это просто технически совершенное стекло на сегодняшний день. Это самое вообще крутое, что вы можете купить в плане точности. То есть, это не художественная линза. Это инструмент. Вот чистый инструмент, как микроскоп, телескоп. То есть, это топ. И этот объектив был в магазине. Я приехал его посмотреть. А был он в магазине, знаете почему? Потому что их вообще никто не покупает. Потому что фотографы берут либо 35, либо 50 миллиметров. Хотя я смотрел обзоры тех, кто его себе купил. Говорят, что стекло вообще реально крутое. Потому что ты вместо 35 и 50 можешь взять 1 на 40 миллиметров. И что же там по уровню громкости автофокуса? И там с этим все хорошо. Поскольку этот объектив они позиционируют в том числе и для киносъемки. То там тише автофокус. Ну вот реально, наверное, раза в 4 тише, чем на вот той вот Sigma 20 миллиметров. То есть, этот уровень звука сопоставим с Canon'овскими USM объективами. Самыми тихими USM объективами. Потому что, напомню, Canon 24 миллиметра f1.4 USM тоже очень громкий. Может, это какая-то техническая особенность вот этих широкоугольных стекол. То есть, что на Sigma 24 миллиметра 1.4, что на Canon такой же очень громкий. Я не знаю. И поскольку вот эта Sigma 40 миллиметров f1.4 не ходовая, то я его мог новый купить в магазине за 1000 долларов, по-моему. То есть, короче, дешевле даже новый, чем он стоит на B&H. Существенно дешевле. Но знаете, что меня отпугивало в этом объективе? Во-первых, его вес и размер. Смотрите, на вот этом полтиннике 1.2, вот, когда ты так держишь камеру, идеальный баланс просто. Идеальный. То есть, камера достаточно тяжелая. У нее нет микротряски. То есть, достаточно хорошая стабилизация просто за счет веса. При этом великолепная развесовка, очень удобно и это достаточно компактно. Потому что тот объектив вот так вот примерно выступал. Плюс еще бленду к нему добавьте. То есть, это вот такая вот штуковина. И я понимал, что купив Sigma f1.4, я смогу снимать на нее только со штатива. То есть, это съемка только самого себя. А мне хотелось бы иметь такое стекло с таким фокусным, чтобы снимать с рук, как я люблю. Катю или еще что-то. Ну, в общем, делать какие-то художественные красивые кадры при съемке с рук. На той линзе я бы этого делать не смог. Потому что она очень тяжелая. Она перевешивала. То есть, она клевала носом вперед. То есть, мне приходилось постоянно держать напряжение предплечья, чтобы компенсировать вот этот вот завал. И я решил, так, давай-ка я лучше посмотрю полтинник Canon 1.2. Что он может предложить? Дело в том, что когда мы вот снимали обзор Вилтрекса, ну не обзор, а тестировали этот переходник Вилтрекса, там я на полтинник 1.2 поснимал. На самом деле, я помню, когда еще снимал свадьбы на 85, 1.2 у Canon был. Там, конечно, хроматика просто дикая. Было там такое ощущение, что людей напротив какого-то яркого объекта, на фоне неба, просто фломастером обводили. Но при этом Canon был, наверное, практически в два раза легче. При этом он был в два раза компактнее. И вдобавок еще и светосильнее. Потому что там 1.4 и 1.2. Но тут новое стекло за отличную цену, а тут объектив, который выпускается уже там лет 20, наверное. Я, в общем, задумался. Но знаете, когда я понял, почему мне не подходит Sigma, я посмотрел просто на кадры, снятые на нее. И вы знаете, как я вот только что говорил, это инструмент. В них нет никакой выразительности. То есть, это максимально достоверно точная передача того, что мы видим в реальности. А когда ты набираешь 50, 1.2, ты видишь, что этого объектива есть. Ну вот я не хочу вдаваться вот в такие вот штампы, типа там характер, какая-то пластичность. Это все чушь. Короче, смысл в том, что когда мы делаем кино, вообще снимаем кино, ну не мы там, а кто его снимает. Режиссеры, многие говорят о том, что мы должны, во-первых, из кино убрать все лишнее. То есть, мы должны показывать только то, что хотим показать. А также мы должны немного искажать реальность. Поэтому киношники любят использовать винтажную оптику, старую оптику. Да, она может быть изготовлена недавно, но спроектирована она там 40 лет назад. Они любят использовать аноморфотную оптику или, как я больше люблю говорить, аноморфную. То есть, суть в том, чтобы картинка была не такая стерильная, как ты ее видишь своими глазами. Так вот, Sigma 40 мм давал настолько стерильную и качественную, чисто техническую картинку, что мне она просто не нравилась. Вот не нравилась. То есть, хотелось чего-то, какой-то души, я не знаю. Ну, опять же, не буду вдаваться в эти банальности. Короче, картинка с полтинника 1.2, именно на 1.2 дырке, мне по художественности понравилась гораздо больше. При том, что этот объектив гораздо менее резкий, у него гораздо более сильные хроматические аберрации, но при этом картинку, которую он дает, она мне нравится, она интересная. И я подумал, лучше я возьму полтинник 1.2. И плюсом, он меньше, компактнее. И сейчас, когда я вот поснимал на него с рук, я понимаю, господи, как круто, что я не купил эту Sigma. Потому что так вот удобно снимать с рук, с таким вот балансом, я на Sigma бы не смог. Я бы на нее не снимал. А здесь прям вот я кайфую каждый раз. Каждый раз кайфую. И это, собственно, то, для чего вы и покупаете дорогие камеры и дорогие объективы. Чтобы самому кайфовать во время процесса. Радоваться не только результату, но и процессу съемки. Друзья, хочу вам напомнить, что по ссылке в описании вы найдете нашу телеграм-барахолку. Это наша телеграм-группа, где мы продаем оборудование, которое нам присылают на обзоры. Нам это оборудование часто не нужно, а вы можете купить по факту новый гаджет. Причем гораздо, гораздо дешевле. Но что самое главное, также вы можете публиковать там свои объявления и продавать все, любое оборудование, которое касается съемки видео. И на самом деле это очень удобно, потому что покупатели, продавец могут связываться между собой в личных сообщениях. В общем, все это гораздо удобнее, чем привычные нам доски объявлений. Так что ссылка будет в описании. Ну, а также не забывайте, что у нас есть еще и обычный телеграм-канал. И, кстати, теперь там добавилось обсуждение. Поэтому, если вы хотите пообщаться на какие-либо темы, на любые, в общем, темы, касающиеся съемки видео, поиска клиентов, или предложить кому-то свои услуги, вы можете это делать, опять же, в обсуждении. В общем, все полезные ссылочки на наши телеграм-ресурсы будут в описании. Теперь давайте о других объективах, которые попали в поле моего зрения и решения, по которым я еще не принял. Ну, самый простой вариант для съемки в помещении, ну, как, не самый лучший, наверное, купить Canon EFS 24 мм F2.8 STM. Он тихий, но при этом он EFS, то есть, предназначен для кропа, на спидбустер его не повесишь. То есть, ни туда, ни сюда для помещения многовато. Поэтому отпадает. Также можно было еще подумать над RF 50 мм F1.8 STM, вместо, например, вот этого F1.2, он стоит гораздо дешевле. Но при этом, опять же, RF на спидбустер его не повесишь, и ты ограничен только фокусным 75 мм. При этом воспринимаемая грипп становится еще больше. Не подходит. И, что я вам хочу сказать, ребятки, он не бесшумный ни разу. То есть, да, он STM, но не бесшумный. Он так конкретненько гудит. Ну, я просто так его упомянул. То есть, это те объективы, которые попадали в поле моего зрения, но прям всерьез, я их, конечно же, не рассматривал. Ну, и 1.8, ребят, ну, куда это годится? Ты покупаешь камеру за такие бабки, чтобы на 1.8 на нее снимать? Конечно же, нет. Далее. Как универсальный какой-то объектив, для чего, пока еще сам не решил, но думаю, ну, надо взять на всякий случай. Хотя, сейчас понимаю, он не нужен. Canon 18-135 Nano USM. То есть, это последнее поколение объективов такого типа под EF, опять же, под EFS точнее. Он очень тихий, очень быстрый. Можно найти его, скажем так, не в магазине, в новом состоянии. Просто какая-нибудь раскитовка будет, а стоить будет недорого. Но потом я такой посмотрел, есть Tamron 18-400. И 18-400, это гораздо круче, чем 18-135. 135 миллиметров, ну, ты там какого-то носорога не поснимаешь на сафари. А 18-400, это уже. При том, что когда ты его втыкаешь на кроп, 18-400, это уже сколько там? 600 миллиметров у тебя получается на длинном конце. Это классная штука. И вот как универсальный объектив для съемки чего угодно, тупо чего угодно. Что широкий угол есть, что супер теле. Вот это очень классное стекло. Я его еще рассмотрю, посмотрю обзорчики, может себе куплю. Далее идем. Canon EF 50 миллиметров F1.4 USM. Мне не понравился его рисунок, если можно так сказать. Он мало чем отличается от рисунка F1.8. И я также посчитал, что там он достаточно часто ломается. То есть, если 50 миллиметров F1.2, это такая штука по наследству, можно передавать, то 50 миллиметров F1.4 уже не особо. И еще был такой объектив, интересно у нас 35 миллиметров IS USM. Я делал обзор на это стекло. Я им пользовался, снимал на него. Свадьбы в том числе. Можете посмотреть обзорчик. Значит, в чем там прикол? Стаб там реально не очень сильный. То есть, стабилизатор, если вы снимали, опять же, на какой-нибудь китовый объектив каноновский. И думаете, что купи себе 35F2 IS, он будет такой же цепкий стаб, то это далеко не так. Ну и диафрагма F2 это темновато. То есть, мы платим такую цену за то, что у него есть стаб, при этом лишаемся светосилы. По-моему, не очень выгодное приобретение. Собственно, поэтому тем объективом я пользоваться и перестал. И последний объектив из тех, что я рассматривал и рассматриваю. Это стекло я собирался вообще сегодня поехать купить. Это Canon RF 16 миллиметров F2.8. И что очень важно, это STM мотор. И я его рассматривал как раз таки, как тот идеальный объектив для съемки в помещении, в студии. Смотрите, 16 миллиметров это широко, но это RF. То есть, если я его установлю на свою камеру, это будет уже 24 миллиметра. Это не так широко, как 16 миллиметров на полном кадре. При этом ты можешь ставить камеру к себе очень близко. Я уже говорил, что поскольку я арендую дом, то эта студия у меня не постоянная. То есть, если бы я знал, что я буду так же снимать всю жизнь, то, соответственно, я бы подбирал другие объективы. Но я не знаю, как я обустрою студию в своем доме. Я не знаю, буду ли я готов выделять вот столько много свободного места для того, чтобы использовать это только под съемку видео. Или, может, я сделаю такую более одомашненную студию. Я не знаю. Поэтому я думаю, ну вот 16 миллиметров на кропе, опять же, 24 миллиметра, эквивалент, нормально. Смущает меня здесь только 2.8. 2.8 это не особо светосильное стекло. И вы знаете, я даже уже думал, ну а смысл, к примеру, покупать вот этот вот 16 миллиметров F2.8, когда можно купить за столько же денег бэушный Canon 1755, по-моему. У меня тоже он был 2.8. Ну так там хоть какая-то универсальность будет. В общем, думаю, что придется искать, я не знаю, где его искать, какой-нибудь светосильный ширик. Вы знаете, друзья, наверное, Canon C70 это последняя камера от Canon, которую я купил. Больше я вряд ли буду покупать камеры этого бренда. Потому что они сделали Canon C70, отличная камера, кроп-камера под байонет RF. Но под байонет RF у Canon кропа нету. А если ты хочешь использовать, например, светосильный ширик, которых у Canon также нет, то есть у них нету светосильного ширика под EFS, и ты, например, хочешь поставить объектив токина, то когда ты устанавливаешь его на C70, она тебе пишет, что этот объектив не поддерживается. И то есть автофокус у тебя работать не будет. И, кстати, этот объектив токина, это был первый объектив, о котором камера сказала, что она его не поддерживает. То есть все другие объективы, сигмы, тамроны, старые EF, EFS стекла, все работают. И дальше в этом видео я буду рассказывать о том, что EF объективы все работают, а казалось, что нет, токина не работает. Ну а также теперь возвращаемся к началу этого видеоролика о том, какой же ширик мне купить. Я мог купить токину 2.8, и что самое главное, этот объектив на 16 мм, от 16 до 20, токину 11-20 я собирался купить, так вот от 16 до 20 мм он может работать и на полном кадре. То есть если бы я установил спидбустер, я вообще бы получил полнокадровый ширик 16 мм 2.8. Собственно, на это я и рассчитывал, но не произошло. И теперь, уважаемый Canon, скажите мне, а какой же светосильный ширик я должен себе купить? На линейке EFS светлых шириков нет. То есть есть там от 3.5 дырки, потом есть вот этот пластмассовый дешевый, от F4 начинающийся. Или я должен искать какой-то полнокадровый объектив с дыркой 2.8, и зачем мне этот гроб, собственно? Да, вы можете использовать только мануальные объективы, но я эту камеру приобретал исключительно для того, чтобы снимать с автофокусом. Потому что для всего другого у меня есть Blackmagic, которая стоит 4 раза дешевле, и которая выдает офигенно качественную картинку. И самое обидное в этой ситуации, что для меня все равно нет идеальной камеры. То есть и Sony мне не нравится, и Canon мне не нравится. И что делать, не знаю. И вот эта вот неопределенность будет продолжаться до того момента, пока Canon не анонсирует новую линейку своих кроп-камер с байонетом RF, и не начнут делать объективы под кроп с байонетом RF. Ну реально, ребята, это просто жесть. Я уже 2 недели не могу себе подобрать объективы, не могу себе купить объективы. Те, что я хочу купить, они не подходят для видео, потому что они тарахтящие, а больше ничего нет, друзья. И вот что вы мне предлагаете? Возвращаться на Sigma 18-35 1.8. То есть я покупал дорогущую камеру с возможностью подключения спидбустера, для того, чтобы снимать в APS-C, получается, в Super 35 мм, на Sigma 18-35, на которую я снимал 5 лет тому назад. То есть ради этого все затевалось. И то есть, конечно, я могу купить какой-нибудь 16-35 2.8, поставить его через спидбустер, но 2.8. А у Sigma будут плюс-минус те же фокусные расстояния, но во всяком случае те фокусные расстояния, на которых я планирую снимать, при этом с 1.8. То есть в плане глубины резкости я не выиграю вообще, при том, что полнокадровое стекло будет тупо больше, гораздо дороже и тяжелее. То есть смысла никакого нет. И знаете, ребят, что? На самом деле купить Sigma 18-35 под Canon, та еще задача. Их вообще практически нет в продаже. И вы знаете, в какой-то момент я понял, что нашел себе идеальное стекло. То есть стекло, которое даст мне широкий угол, но не сверхширокий, а просто широкий угол, чтобы я мог снимать в помещениях, снимать в студии, снимать самого себя, и при этом обеспечит мне большую светосилу и меньшую глубину резкости, чем Sigma 18-35. Этот объектив Sigma 24-35 f2.0. На самом деле это не очень популярный объектив, в силу того, что у него небольшой разброс фокусных расстояний, то есть фотографы в принципе его не покупают никогда. Но для видео это то, что нужно. Он есть в 11 магазинах. Ну, не спешите, нам то под Canon нужен. И смотрим. Фотомост. Он здесь есть у нас под что? Под Nikon. Открываем его под Canon. Конечно же его нет в наличии. Идем дальше. В стилусе можем посмотреть. Под что он у нас? Под Nikon. И он тоже есть в наличии. А под Canon, конечно же, нет. Я вот прям сейчас ищу, если я его где-то найду, я его завтра же поеду куплю. Идем дальше. Цифра. А под Canon его, конечно же, нет в наличии. В ABS фото его тоже нет. Вы видите, тут написано под Nikon. Но я сегодня заезжал к ним в этот магазин. И там его действительно не было. Короче, давайте будем смотреть в тех магазинах, где у нас тут вот Bayonet не показан. Смотрите. В прошлый раз я искал через Hotline. И там, по-моему, не было вот этого магазина. Здесь не написан Bayonet, но Article Sigma Canon 2435. И написано, что он есть на складе. В контактах ничего нет. Форма обратной связи. Надеюсь, этот магазин есть в Киеве. Короче, ребят, я нашел его. Я нашел его под Canon. Это что-то нереальное. Так, еще есть вот здесь вот я смотрел, но тут он под заказ. Под заказ. Вот видите, под заказ. Так, ну и дальше все опять же под Nikon, под Nikon. И бэушный я его искал, опять же, в нашей барахолке. Я даже сделал пост о том, что я куплю этот объектив. И если мы зайдем на OLX. И смотрите, я нашел это стекло на OLX, а в мобильной версии его нет. Короче, очень странно все это работает со смартфона. В итоге я, получается, нашел один этот объектив в продаже, новый. И один этот объектив в продаже бэушный. И разница в цене у нас получается 8000 гривен. Ну, достаточно существенная. Короче, завтра я поеду этот объектив смотреть. Ну, судя по фото, выглядит он достаточно потасканным. Ну, как бы посмотрим. Естественно, мне нужно будет проверить звук его автофокуса. Кстати, я уже забыл, как работает моя Sigma 18-35. И я приехал в магазин и, соответственно, попробовал ее. И оказалось, что она тарахтит очень тихо. То есть, для видеосъемки мне вполне подойдет. Если эта Sigma будет работать так же, то я ее 100% покупаю завтра. Следующий день моих приключений. Как обычно, в том магазине, несмотря на то, что он был заявлен как в наличии, в наличии его не было. Зато я съездил, только что стою у дома, только что протестировал бэушный этот объектив. Кстати, он оказался лучше по состоянию, чем на фотографиях. Но, блин, шумный автофокус. Очень шумный автофокус. Конечно, чуть потише, чем на 20 мм F1.4, но все равно шумный. И если учесть, что это широкоугольный объектив на полном кадре, то снимать в студии я буду с близкого расстояния. И, конечно, этот тарахтящий мотор будет так конкретно напрягать. А, в принципе, больше то ничего и не остается. Больше то ничего и нет. И я вот думаю, покупать его или все-таки взять уже там Sigma 18-35. У нее более тихий двигатель, гораздо более тихий двигатель. И уже не парится. В общем, буду думать сегодня. В общем, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Напишите, какое ваше любимое стекло. Вот, скажем так, если вам сказали, вы можете выбрать себе только один объектив. Какой объектив вы себе оставите? Думаю, что, наверное, многие напишут Sigma 18-35. Подписывайтесь на канал, если попали на это видео случайно. Все полезные ссылки, как обычно. В описании. Всем пока. До новых встреч.